Я думаю, все сталкивались с такой ситуацией, когда надо встать пораньше, с вечера вы ставите будильник, и утром, когда он звонит, вы лежите и с трудом пытаетесь собраться силами, чтобы подняться. Так хочется еще полежать в постели, так хочется еще поспать. И нету сил вообще ни на что. Многие так и просыпают в итоге. Я знаю таких товарищей, со мной тоже случалось, но с кем не бывает. И вы как-то, если поднимаетесь, находитесь в силу подняться, вы как зомби на автопилоте идете в дождь, чистите зубы, завтракаете. У многих утро оно проходит в таком безосознанном состоянии, когда у тебя нет вообще сил ни на что, ты ни на что не успеваешь реагировать, ничего, по утрам лучше не трогать. Надо какое-то время, чтобы раскачаться, и уже к середине дня у вас только появляются силы, вы начинаете уже как-то свежесть мысли появляется, вы уже понимаете, что вы способны мыслить. А в первую половину дня она все как-то вот так стерта, смыта. Но эту ситуацию можно изменить, и причем это можно сделать всего за 5 минут. Первые 5 минут вашего побуждения, они по факту решают все. И если вы правильно используете эти 5 минут, ситуация полностью изменится. Но на самом деле как бы не только в этих 5 минутах дело, очень много здесь того, чем вы занимались ночью. Если, конечно, вы всю ночь писали диссертацию, там додировала я отчеты или еще что-то делали, да, легли спать в 5 утра, проснулись в 8, то я хочу вас расчаровать, эти 5 минут, они тоже полностью не спасут ситуацию, но помогут вам как-то продержаться. Вот. Тогда давайте поговорим, как провести эти 5 минут так, чтобы ваш день был наполнен энергией. Итак, ваша первая минута. Что же надо сделать в тот момент, когда прозвенел будильник, и вы поняли, что вам надо вставать? Ведя себе в привычку, сразу настраиваться на позитив. Подумайте о чем-нибудь приятном. Даже если у вас глаза еще не открываются, просто уделите эту минуту приятным, хорошим мыслям. Подумайте о близких людях, но не о тех, у которых с вами скандалы, конфликты, какие-то неразрешенные ситуации. Подумайте о людях, с которыми вам приятно проводить время в их компании. Подумайте о счастливых моментах в своей жизни. Подумайте о приятных местах, в которых вы когда-то посещали. Но больше всего лично для меня работает. Если я просыпаюсь, я думаю о цели, к которой я стремлюсь. Когда я начинаю представлять, как это выглядит, как я могу это сделать, к чему-то приведет. То есть вот эта большая-большая глобальная цель, которая у меня есть, к которой я стремлюсь. Вот она дает мне силу. Единственное, не думайте о ней перед сном, потому что вы оснать не сможете. Вот, если у вас есть цель, жизненная цель, к которой вы стремитесь, начинайте день с мысли о этой цели. И это зарядит вас энергией на весь день. Приятные воспоминания и мысли задут правильный настрой. И у вас хватит эмоциональной энергии, эмоциональных сил на дальнейшее действие. Вторая минута. Привели мысль в порядок, теперь переходим ко второму этапу. Потягушки. Вы знаете, что детки, когда они просыпаются, они подтягиваются, разминаются. Это на самом деле правильно. Если совместить подтягивания в постели с глубоким дыханием, вы, во-первых, пробуждаете свой организм, улучшается циркуляция, то есть кровь начинает активнее двигаться по организму, а глубокое дыхание, спокойное глубокое дыхание, полное грудью, оно наслечает ваше тело кислорода. Потому что всю ночь вы дышали поверхностным дыханием, здесь в таком дыхании количество кислорода, потребление кислорода, оно уменьшается, оно сужается. Если после этого вы начнете хотя бы минуту подышать глубоким, спокойным дыханием, полной грудью, кислород поступит в вашу кровь, и вы начнете ощущать, как ваше тело постепенно просыпается. Третья минута. Легкий массаж. Легкий, спокойный массаж, самомассаж. Промассируйте затылок, основание черепа сзади, вот эти бугорочки промассируйте. Пройдитесь по бровям, кончиков пальцев пройдитесь, промассируйте сразу левую и правую бровь одновременно. Промассируйте лоб и участок, который по росту волос, по всему периметру. Обязательно помассируйте виски. И одно из главных – это массаж ушей, самомассаж ушей. Можно сделать как мягкий массаж, аккуратно проработав мочку и полностью всю ушную раковину. Если это не помогает, можно сделать более жесткий массаж. В Азербайджане, еще раньше я вообще детство провела в Азербайджане, поэтому мне к культурной стране довольно близка, многое знаний интересного тоже в этой стране. Там в Харчевнях издревле есть такая традиция, что если какой-то клиент слишком перебирает и не в состоянии вообще сказать, куда его везти, где его дома, как его туда доставить, официанты или управляющие, они просто резко начинали тереть ему уши. Резкое растирание ушей дает активный приток крови к мозгу. Человек начинает думать. Он начинает думать, и он уже в состоянии хотя бы произнести свой адрес. Но, честно признаюсь, у меня была ситуация еще в моей юности, когда я использую этот метод, я не пью. Я если употребляю спиртное, то только очень редко, и только потому, что мне нравится вкус. Но нравится мне вкус красного вина, я могу позволить себе пару глотков. Больше мне не нравится состояние, которое вызывает алкоголь. Ну, как-то вот не мое. Всегда все уважали мой выбор. Как-то я встречала Новый год в большой компании, где я была единственным трезвым человеком, и когда принес некачественное спиртное, и было несколько тел, которые было сложно транспортировать. Я растерла уши. На самом деле массаж ушей мне до сих пор припоминает уже спустя много лет эти люди. Но они смогли встать и сами идти после того, как я им просто растерла уши. Так что это действительно такой метод. Возьмите на заметку, если вдруг упадет в такую ситуацию, да, это работающая, просто берете, кладете руки с двух сторон головы и начинаете сильно тереть уши. Так активно, очень энергично. Человек очень быстро оживает, очень быстро приходит в себя. Если вам надо реанимировать срочно себя, тоже можете испытать, попробовать. Потом расскажете мне свои ощущения. Вот. Это третья минута. Четвертая минута. Сложите вместе ладони и хорошо-хорошо-хорошо сильно их разотрите друг от друга. И ощутите тепло, которое исходит из этих ладоней. Проложите их к лицу. И медленно спуститесь вниз к шее, подержитесь немножко на шее. И потихонечку так разотрите все тело. Сначала вот к лицу, к шее просто прикладывайте, потом вот просто вот такими тоже поступательными движениями ладонью разотрите все тело. Если у вас есть какие-то особенно проблемные зоны, сделайте легкий самомассаж. Что я подразумеваю под проблемными зонами? Это если у вас проблема с шеей, да, с плечевым поясом, промассируйте вот эти вот мышцы, которые от шеи идут к плечу. Если у вас затекла шея, да, аккуратненько сами себе это все промассируйте. Можно использовать тайский бальзамчик. Я вот сама вот на самом деле использую. У меня есть два бальзама. Это один Energy, второй это Sleepy Relax, который помогает заснуть. Первый, а второй, который помогает проснуться. Вот я, у меня бальзамчик стоит на тумбочке. После моей кровати я беру как раз, когда я делаю массаж лица, когда я делаю массаж шеи, я немножко, буквально пару капелек добавляю на кончики пальцев. И с этим массажем я уже себя реанимирую. Ну, скажу честно, по своему опыту он помогает быстрее проснуться, чем обычный массаж. Хотя обычный массаж он тоже помогает. Вот. Если у вас проблемы с животом, лежа, пока вы вот встаете, да, очень мягко помассируйте живот. То есть вот любое место, которое вам дотает дискомфорт, и за ночь вы проснулись и чувствуете тяжесть в этом месте, просто аккуратно своими руками помассируйте. Неглубокий, легкий, очень такой плавный массаж. Даже если вы не массажист, если вы не умеете делать массаж, это ничего. Просто плавные, поглаживающие, немножко вдавливающие движения, они не навредят, только принесут пользу, потому что вы впустите кровоток к проблемной зоне, и проблемная зона, она станет себя чувствовать от этого гораздо лучше. Следующая. Пятая минута. Последняя. Медленно садимся. Никаких резких движений. Медленно поднимаемся, можно чуть-чуть приподняться, и выпиваем стакан воды. Стакан воды я готовлю заранее, тоже ставлю на тумбочку вместе с бальзамчиком, и сидя, не вставая еще с постели, я выпиваю стакан воды. Если вы принимаете какие-то капсулы, тоже подготовьте их с вечера, чтобы с этим стаканом воды можно было запить ваши утренние капсулы, таблетки. Медленно поднимаемся. Никаких резких движений. Спокойно, медленно поднимаемся. И переходим к приседаниям. Это уже займет немножко больше минуты, но я рекомендую, как только вы поднялись, стали на ноги сразу же, не отходя от места, сделайте 10 приседаний. 10 приседаний... Вот у каждого разное состояние организма. Когда я восстанавливалась после кесарева, я не могла присесть и трех раз. Вот просто полноценно стоя с ровной спиной, немножко развинув ноги, присесть до пола один раз для меня было очень-очень-очень сложно. Я сначала добивалась того, чтобы я могла хотя бы один раз присесть. Потом это было два раза, потом три раза. И так я постепенно-постепенно увеличила до 10 раз. Приседания, они очень хорошо разгоняют кровь по всему организму, по всему телу. И организм просыпается, и появляется энергия бодрости, и у вас уже есть силы что-то делать. То есть вы уже после вот этого вот комплекса, вы уже не будете как зомби просто ходить по квартире, слоняясь из золота в угол, да? А вы быстрее соберетесь, эффективнее вы сможете работать не только уже после обеда, а и утром вы будете продуктивны и сможете больше гораздо всего сделать. Вот такая примерно моя программа, которая мне помогает уже не один год. И я надеюсь, что вы сможете внедрить это в свою жизнь, и вы увидите результаты. И я жду в комментариях к этому видео ваши результаты. Сделали ли вы эту программу? Что вам понравилось, что не понравилось? И через неделю после того, как вы это включите в свою жизнь, напишите, пожалуйста, о своих ощущениях. Что изменилось и изменилось ли? А мы пока перейдем к следующему уроку. Смотрите.